вот смотрю я как-то канал а звука и тут денис выкладывает такой достаточно желтый динамик смотрю на него и вижу у него такой мощный магнит такая интересная подвижка такой конус интересный и делают его оказывается в питере но я не выдержал и поехал и выяснил где же его делают посмотрел там интересно там было послушал в результате купил таких у меня два это примерно как у дениса только поменьше размером 4 с половиной дюйма по моему вот такой вот он из себя и еще купил один на пробу чуть более аудиофильский от них же такого же размера но у него вместо колпачка пуля у него более темный цвет диффузора говорят что его запекают в печи и у него другая центрирующая шайба из шелка более мягкая посмотрим что там внутри пуля легко откручивается внутри хорошо видно медный колпачок медный колпачок призван уменьшить индуктивность обмотки чтобы не было завала на высоких частотах и так по первым впечатлениям он даже работает впрочем надо эти динамики немедленно оборзеть подробно и обстоятельно для начала я над ним немного поиздеваюсь это у меня усилитель с отрицательным выходным сопротивлением он способен возбуждать разные резонансные системы на своей резонансные частоте какая кстати у него резонансная частота слышите да довольно таки высокая этот усилитель как бы увеличивает добротность резонанса еще сильнее вот он вошел в автоколебание посмотрим насколько его можно раскачать где-то тут появлялся небольшой призвук ну это где-то миллиметров пять наверное общий размах колебаний больше видимо делать не стоит много будет еще побольше да тут ему уже явно плохо лучше наверно его дальше не испытывать сильно то мало ли сломаю него вон видите совсем совсем мягкий диффузор прям вот очень легко гнется стоит чуть-чуть надавить он уже весь как будто мнялся давайте что не измерим его параметры все параметры телесмола я мерить не умеют зато и умею мерить мощность мотора специально для этого я соорудилась такую штуку нее внутри я за микрофон который я откалибровал и знаю его чувствительность 071 вольт на килопаскаль к нему я подключил мультиметр нижняя строчка показывает напряжение на пьезо микрофоне верхняя строчка мультиметра показывает напряжение поданы на динамик вот здесь динамик питается от маленького усилителя который запитана генератора генератор вырабатывает частоту 40 герц почему я выбрал 40 герц ну потому что это заведомо ниже чем частота резонанса динамика когда он будет заткнут к этой прижат к этой штуке частота резонанса у него будет там не знаю несколько килогерц наверное с таким маленьким объемом видите ход диффузора есть как только я прижимаю ход диффузора пропадает то есть мотор задавлен полностью это значит что мы измеряем его силу ну и вот мы имеем числа и вот после того как я все внес и посчитал получились такие цифры в этой колонке у меня величина b на l она измеряется в теслах умноженных на метр или что мне удобнее это в ньютонах на ампер то есть если я приложу один ампер к обмотке то она будет либо втягиваться либо выпирать из магнита силой один ньютон ну точнее не один а столько вот в тех параметрах что мне прислали из компании написано что вот вот bb на l 6 и 3 у меня по измерениям получилось немного меньше но впрочем у меня не очень хорошо откалиброван мой микрофон поэтому это в принципе нормально наверное ну адекватно получилось и вторая колонка здесь это наверное одна из самых важных характеристик как мне кажется мотора это его это сила которую он развивает при приложенной мощности 1 бат наши динамики разделили первое место с динамиком из трон смарт элемент мега сейчас я покажу эту замечательную колонку из китая вот она из которой собственно вот этот удивительный динамик который имеет мотор такой же практически мощности как и вот этот сравниваем размеры магнитов и дивимся этому чуду как как это возможно не знаю вот так же весьма интересный динамик вот обитает в этих очень известных колонках jbl flip 4 я думаю их видели все почти динамик выглядит вот так тоже довольно мощнее но чуть послабее примерно на том же уровне мне попался еще одинамика из одной китайской колонки весьма дешевый колонка называется blitzwolf bw3 по-моему так и пожалуй самые дохлые динамики из которых у у меня есть это вот например вот такой из какой-то совсем дешевый меньше 1000 рублей китайские колонки у него огроменный магнит но при этом мотор вот-вот-вот совсем никуда шли и вот этот вот физатон чик к сожалению не могу из колонки достать показать физатон bf45 ну вообще дохлый мотор просто нереально хотя там ни один стоит вот такие дела я думал что этот динамик уделает все что у меня есть с большим запасом а нет оказывается не все он уделывает почему не знаю может быть потому что они гнались пенсии массы подвижки и намотали поменьше обмотки может потому что они намотали обмотку из алюминия насколько я понимаю они из нее намотали они из меди не знаю точно но как-то вот вот смотрите какой огромный какой маленький и одинаковая мощность при этом мотора я так немного послушал динамик сам себе 2 город ничего мне понравились высокие частоты но так трудно понять а хочется замерить а чеха для этого нужно его встроить какую-нибудь колонку я хочу сделать вот это прелесть в том что такая конструкция вливается в стену и исчезает как это бафл степ называется но сейчас у меня нет желания такую стройку затевать поэтому я сделаю сферу из аквариума так слушай внимательно если слышишь стоячую воду кричи противопазе то есть Вот его... А! А! Ай-чиха! Мне показалось, что звук у него жестковат. Ожидал пик в районе четырех килогерц, тут в районе четырех килогерц какая-то полочка, отделенная двумя провалами. Не знаю, может это она такой звук издает, но я не понял. Но пика не вижу. В целом Ай-чиха довольно ровненькая, залезает достаточно высоко. Тут у нас частота, где начинается откровенный завал, 17 килогерц. Неплохо. Вот второй желтый динамик сверху я наложил. В общем, похож. Немножко другая структура сверху, но в целом практически такой же. Интересно, тут тоже паровайчик. Тут видно, что структура полностью повторяется. Это, видимо, моды комнаты. Это не знаю. Тут как-то я моду комнаты уже бы не ожидал на таких высоких частотах. Но, может быть, все-таки это из-за комнаты все равно. И теперь накладываю сюда еще и отмерил темно-коричневый. У темно-коричневого, по-моему, все похуже. Сейчас я уберу все остальные, чтобы его было лучше видно. Тут какой-то провал, обозначенный по бокам двоя пиками. Ну, как-то фигня какая-то. Потом дальше равномерный завал вниз и с 10 килогерц еще более сильный завал. Да, что-то мне не очень нравится этот более адиофильский вариант. Тем не менее, желтенькие мне очень нравятся. И вот что еще. Если я возьму вот желтенькие, я вообще никогда не смотрел раньше на график фазы, а тут что-то вдруг посмотрел. Обычно в графике фаза была какая-то неведомая хрень, а тут все ровненько. Может, не зря они все-таки говорят, что они на импульсный отклик настраивают свои динамики. Может быть, правда, действительно на него настраивают. Ну, прям почетная фазовая характеристика. Тут у меня минус 180, тут ноль. Нет, вот так, ноль. Ну, тут, видимо, минус 180, потому что я, ну, полярность перепутал, скорее всего. А еще я снял зависимость этой, а, да, ее от угла. Вот здесь сверху, это под нулевым углом. И каждый следующий угол все ниже, 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 ниже. Попробуем посмотреть их последовательно. Вот под нулем. Следующее. Это 15 градусов, 30 градусов, 45 градусов, вот она, 60 градусов. Да, под 60 градусов высокие частоты уже почти пропали. Уберем все остальные и посмотрим на нее отдельно. Давайте на 45 лучше посмотрим. Это более интересно. А на 45 градусов идет больше всего энергии. Ну, да, под 45 градусов так себе уже. Мало того, что подзавалились высокие частоты, так еще и очень неравномерно идут. Ну, вот 60 градусов, 75 градусов и 90 градусов. Это уже прямо по касательной поверхности, на которой установлен динамик. Так, все ниже, ниже и ниже. Ну, так, так что все-таки широкополосники еще не доросли до такого состояния, что прямо во все стороны звучат одинаково. То ли они должны быть очень маленькими для этого, то ли не знаю. Но все-таки это, наверное, самый лучший динамик, который у меня есть такого размера. Мотор мощный, но я, честно говоря, думал, что будет мощнее. Все равно мощный. АЧХ приличная. Динамик, ну, немножко дороговат, конечно, но, учитывая, что это ручная работа для каждого заказчика конкретно, мне кажется, цена более чем адекватна. Брал я его, кстати, за 5 тысяч рублей штука. Так что, в целом, динамик, ммм, я думаю, что я на нем чего-нибудь еще сделаю. Ну, все, пока. А, да, еще забыл, в описании к видео оставлю ссылочку на замеры, ну и еще там ссылочек подкину всяких там на видео от Азвуки, на фирму и так далее. Все, пока еще разок. Субтитры сделал DimaTorzok